Валентина Михайловна Пестова, ребенок войны, родом из Орловской области Волховского района села Струково. К нам немцы пришли в сентябре 1941 года. Мне было 2 года 8 месяцев. Бабушка нас с братом спрятала на печь. И к нам поселились немцы сразу. Полностью весь дом был заполнен немцами. Валентина Михайловна рассказывает, что рядом с их селом проходила линия фронта. И с каждым днем фашистов в их доме становилось все больше и больше. Дети старались как можно реже попадаться им на глаза. Вот я помню, как висели шинели, 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 шинели. И мы боялись даже хоть попить попросить. Начало июля 1943 года – оборонительная операция на Орловско-Курском направлении. Самое крупное танковое сражение в истории. Этот год запомнился Валентине Михайловне на всю жизнь. Бои стали. Самолеты стали летать. И нас спрятали во враги. Вот я помню, бабушка прибежала спрятаться под лавку. Под лавку. Уже после Валентины Михайловны и ее семья отправились в Брянск. Но большинство людей так до него и не доехали. Дороги, по которым они шли, были заминированы. И если кто-то отходил на несколько шагов в сторону, погибал от взрыва. Тут он побежал, ребенок попить или в туалет сходить. Раз – и подорвался. И вот приказ Салина был. Вот партизанам разминировать все дороги. Пускай идут, пускай отступают. Мы их догоним все равно. Семья Валентины Михайловны старалась выжить в суровых условиях. Спустя несколько недель они попали в фашистский концлагерь Лесной Могилевской области. Взрослые пленные готовили еду и убирались в домах. А дети стирали одежду. Там же еще были эти парни, они же росли. Немцы пришли, были маленькие, а годы-то прошли. Три года прошло уже, как парень-то растет быстро. Тут они поутру рано на заре, говорит, разведка наша, на двух лошадях была, два разведчика, и сказали, ну немножко еще потерпите, мы вас вот-вот освободим. И вот нас освободили. Нас быстро освободили. Нас не дали убить. Несмотря на все трудности, они все же дошли до родного села. И, как рассказывает Валентина Михайловна, первое, что она увидела, – это сожженную деревню, в которой не осталось ничего. Уже после войны она пошла в первый класс, окончив школу, поступила в Ленинградский техникум, после вышла замуж и родила дочь. А в 1989 году Валентина Михайловна вместе с мужем переехала в Саров.